Там автор пьесы? Я написал пьесу, да. Причем у нас будет одна главная героиня, она будет не актриса нашего театра. Я тоже верю в это, верю, верю, знаю, что это будет. Аня Нахапетова, мы с ней очень давно дружим, она балерина большого. Да, да, да. Она в Большом театре. Дочь Родина Нахапетова и Веры Глагодина. Да, да. И мы давно дружим, и всегда хотелось, мы там когда-то снимались вместе, и всегда хотелось мне что-то вместе сделать. И такое наследие. Причем я узнал, что она актриса, балерина, она и балерина хорошая. У нее есть драматическое начало такое, что этому даже не научишься. И думали, что давай что-нибудь придумаем, что они вместе стали искать какие-то пьесы, не нашли. И я взял и написал. И получилось так, что написал, даже дал Александру Анатольевичу посчитать. Он говорит, ну давайте, ковыряйтесь, он сказал, давайте попробуйте. И тут уже стали происходить чудеса. Я 10 лет работал среди людей, с которыми мы общались, веселились. Да, праздно. И я их не знал. А вот через творчество вдруг, когда мы стали делать этот спектакль на чердаке, совершенно удивляюсь тому, что это за талантливые люди. Там Витя Бакенко, которым мы, наш актер, в одной гримерке работаем. Он с легендарного шарского курса, который я до этого знал про него очень мало. Он очень малословный человек, только он сидел в гримерке, сидел, он так тарабанил пальцами по столу. Ну что это такое? Оказывается, это я сейчас теперь знаю, что он всю каждую ночь, он пишет по ночам музыку. Вот легендарный спектакль «Город мышей», который они до сих пор играют. Это вся музыка Витя Бакена. Да, это по его... Потрясающе. Вот так у нас был Александр Шигалкин, когда ты ему говорила. Он посчитал пьесу, сам мне позвонил, говорит, я хочу, вот я уже прислал музыку, я написал музыку. У нас появился новый персонаж, ведунов, который ходит на дубе, на трубе дудит. Ему всегда говорят, что его озвучивать будут, как в кино, а он дудит и дудит. Да, сердце побеждающий разум. У нас Димка Лазинин, который успешный бизнесмен, который профессиональный музыкант, трубач, лауреат таких конкурсов и все прочее. Но вот он работает на всякой статье. С границы всегда приезжает в канал на репетиции, где можно было, в принципе, без него обойтись вполне. Но нет, он там отменяет, летит там на самолетах, сюда же. Как увлечен. У нас играет эту идею. Сердце побеждающего разума у нас и человек такой же. Паша Мисаилов, который играл Шарона в этом спектакле, а у нас, если у нас он играл главного злодея, то здесь у нас он наоборот, у нас такой ангел-хранитель. Мы будем показывать Александру Анатольевичу, я надеюсь, что он нам даст «Зеленую улицу». Я уверен, я знаю. Я вас послушала, почему-то тоже так думаю, что так и будет. У Димка потрясающе интересно, когда ты не просто актер, а еще и сам создаешь. И своя же пьеса. Ну, я уже не... План Феррисом говорит, чудеса уже для меня норма жизни. Поэтому... Везет вам, научите как-то. Если это... А мы про эту пьесу. Да? Серьезно.